Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о платформе Touch, которая будет у нас рассмотрена сегодня, какие выгоды. Так что, если у вас будет желание, вы включайте микрофоны, задавайте абсолютно любые вопросы, не переживайте. Я сейчас буду делиться экраном, покажу эту платформу. Как это работает, что это делается. В общем, это платформа Touch. У меня здесь на английском, можно включать на русском. Видите, справа, внизу можно выбрать русский язык. Вы тут выбираете любой язык, русский. Нажали, и автоматически идет перевод. У вас, допустим, перевод. В общем, это хорошо, когда кто-то учит английский, или любой свой язык, можно так же учить. Здесь все перевелось на любой язык. А здесь можно, как вы видите, как в фейсбуке, то есть тоже вот стена, поделиться. Вы что-то здесь напечатали, какой-то текст, какую-то ссылку прицепить, можно фотографии, пожалуйста. Вы делитесь с этим везде. Можно подключать, например, вы хотите скинуть информацию на фейсбук. То есть вы можете здесь напечатать любую информацию, которую вам надо подключить, ссылку, что угодно. И поделились. То есть это автоматически отправляется на фейсбук. Почему? Потому что, как бы так сказать, еще внизу информация G1 Touch. То есть люди могут видеть, что за G1 Touch. Они могут увидеть, что это от вас пришло. И даже зарегистрироваться под вас пробные 24 часа. То же самое. Можно подключить LinkedIn. То есть вы также можете здесь напечатать любую информацию и поделиться с LinkedIn. Потом Twitter, Google+. То есть какие у вас есть возможности. Вот, пожалуйста, подключайте любые социальные сети здесь. И вы можете эти социальные сети, так сказать, отправлять информацию с Touch платформы. То есть это в целях рекламы, я считаю, очень интересно. Вот. Вы можете импортировать контакты. То есть у вас есть также Gmail, Facebook, Yahoo, Twitter. Это не Twitter, это Twitter, но, видимо, это перевод. Live Hotmail и LinkedIn. То есть это можно присоединять. Можно присоединять здесь таким образом тоже, видите, внизу маленькое. Вы можете присоединить Facebook, как я, допустим, присоединю. Да, вы можете присоединить LinkedIn. Вы можете присоединить Twitter. То есть все, какие есть социальные сети, вы можете одновременно переписываться на одной стене. Да. То есть мы сейчас возвращаемся на главную. То есть мы меняем вот здесь присоединение. Слева у нас рассылка по социальным сетям. Любая информация. Вот. В общем, мы здесь добавляем своих друзей. У нас есть поддержка. Вот снизу есть чат. В данный момент пока никого нет. То есть очень удобно. Я всегда переписываюсь с боссами, точнее с кем угодно, с американцами, которые в поддержке работают. Можно переписываться хоть на русском, на любом языке. Перевод идет автоматически. Здесь есть у нас документы. Здесь есть у нас базарная площадь. Вот где больше базарная площадь. И базарная площадь, пожалуйста, люди выставляют любую информацию, да. Вот Нелли Сильвестрова уже поставила фукоидан. То есть уже как бы продает что-то, да. Кто-то какую-то карту. Соединенные Штаты, да. То есть с разной страны. То, что угодно. То есть может выставить свою любую информацию, чем вы занимаетесь. То есть мы можем здесь делиться любым бизнесом на базарной площади. Пожалуйста, нет проблем. То есть есть у нас как бы друзья, members, да. Переводится как члены. Ну, такой перевод. Вот здесь у нас все, что вы хотите. Уже сейчас, смотрите, сколько людей уже подсоединилось. Здесь можно найти тех, кто вам нужен. Допустим, вы зашли в бизнес. Вы хотите кого-то найти, да. То есть обязательно можете подсоединить меня. То есть друг друга, вашу всю структуру, кто в бизнесе. Вообще я считаю, что все были здесь. Потому что мы имеем такую возможность, как конференцная комната. Здесь и конференцная комната. Хорошо, когда мы все зарегистрированы. И мы можем, так сказать, через конференцную комнату общаться. То есть я сейчас переключу на английский, потому что я тут по-русски не все понимаю. Вот, одну секунду. То есть здесь, в принципе, как бы вот нужно events. Events – это события. Сейчас я опять перейду, наверное, на русский, чтобы вам было понятно. Мне проще на английском. А вот русский язык внизу. Так, 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 а где он? Что я запросил? ЛМН, ОПР. Самый первый. Самый первый, смотри. А, самый первый. Все, спасибо, подсказали. В общем, на русском, да. То есть вот самые популярные вебинары. Люди выбирают разные. Да, то есть взрыв семьи, там, обзор системы. То есть люди проводят на английском, на французском. Эти семинары, понимаете, конференцные комнаты, они стоят денег. Здесь мы платим, даже если человек заходит на 120, у него конференцная комната, считайте, в подарок. Это очень, ну, как здесь она существует. Здесь нужно, так сказать, начать, чтобы она работала, да. Вот, мои события, расширенный поиск. Вот, создать события, да. Это мы создаем события. И мы можем, так сказать, когда мы создаем события, мы выставляем категорию. Что это такое? То есть это спорт, музыка, другое может быть, да. То есть это не связано со спортом или музыкой, или ТВ. Это тренинг, например, да. What are you planning? То, что вы планируете. Тренинг, да, например, о том-то, о том-то. И описание. Дальше мы выставляем время, когда это начнется. Мы можем это выставить завтра, в среду, в четверг, в любое время мы это выставляем. И, так сказать, мы выбираем location, где это будет, да. То есть, допустим, это Россия, Украина, Барселона. То есть, кто может прийти? Любой или только друзья, или друзья друзей, или только я, да. То есть все, например, да. И кто с кем поделиться, со всеми или с кем-то. Все, мы включаем. То есть эта информация уже готова. И на момент времени и даты эта комната будет доступна. Пожалуйста. И вы можете уже ссылочку, когда вы это уже включили, поделились, сабмит, нажали. Будет ссылочка в эту ссылочку, по чатам раскидали, или своим друзьям. Или тренинг, или презентация. По любому бизнесу, абсолютно по любому вы можете, так сказать, проводить. То есть это, я считаю, очень хорошо, потому что не у всех есть комнаты, которые надо оплачивать. То есть если я пользуюсь комнатой, то есть у нас есть своя уже комната. То есть единственное, что те люди, которые зарегистрированы, будут видны имя, фамилии. А те, которые не зарегистрированы, будут просто как номера стоять, как гости номера. Поэтому все наши партнеры желательно, чтобы были здесь в тач-портале, когда они зарегистрировались. Они уже здесь внутри. Можно дружить, добавлять друзей, общаться. Вот. Так что я считаю, это очень интересно. Ну как добавлять друзей, да? То есть вот, например, мы заходим сюда. Мы заходим сюда, и нам нужно кого-то найти. Я вот в прошлый раз показывал, а сейчас что-то я уже не помню. То есть, например, вот здесь, например, можно написать, кого мы наберем, да? Дмитрий. Дмитрий, например, да? Будет ли Дмитрий? Вот. То есть, мы набрали по ключевым словам Дмитрий. Взаимные друзья. Что такое взаимные? То есть, мы уже подружились. То есть, можно еще вот добавить. Еще один Дмитрий Кульчицкий. Какой-то. Вот тут еще есть Дмитрий Милин. То есть, уже люди постепенно, видите, добавляются. Добавляются. Например, можно написать роман, да? Меня. Интересно, меня покажут или нет? То есть, романов много, при том, с разных стран. Вот, роман «Золотой» есть. Это я. Роман «Субботка». Это мой друг из Лондона в Канаде. Тоже есть. То есть, тут, смотрите, Власов. То есть, видите, то есть, постепенно люди регистрируются, входят в этот бизнес, да? И вы можете находить друг друга. Например, мы можем посмотреть Ирина. Или она есть, если нет. Вот так. Есть Ирина Карелина. И Ирина Кенешвили. Вот. А мы, оказывается, не в друзьях, Ира. Видите? А надо добавляться. Чья это работа? Моя или ваша? То есть, все, кто зашел, обязательно добавьте меня, да? Потому что людей много, и я за всеми не успеваю. То же самое выстроите свою структуру. Обучайте, чтобы ваши люди вас искали и находили, да? То есть, почему не добавить Ирину Карелину? Добавим Ирину Карелину. Пусть будет. Как говорится, друзья же все-таки. Ну, что-то у нас срабатывает. Не добавляет. Ну, добавляю же. Возможно, из-за того, что она неактивна, да? То есть, человек неактивный, может, из-за этого не добавляет. Потому что она на какое-то время поехала куда-то или переехала. Мы сейчас как бы не имеем контакта. Кого еще можно включить? Ну, то есть, понятно, да? То есть, любого человека здесь можно, так сказать, найти. Геннадий, например. И все, здесь есть. Геннадеев еще нет. Видите? Подписывайте Геннадий. Это связано с поисками друзей. Видео. Здесь можно абсолютно любое. Также загрузить видео. Например, вы знаете, что это удобно. Это как социальная сеть. Да, загрузить видео наверху. Опросы. Опросы связаны по-английски. Тут что-то вот какие-то... По-русски я не понимаю, потому что перевод неправильный, да? Ну, тут разные. Я экстраверт, интроверт. То есть, это для людей, кто любит в это дело, так сказать, более вникать. События мы уже посмотрели. Форумы. То есть, есть форумы, где люди общаются, переписываются. Но пока по нулям, да? То есть, нет еще форумов. Блоги. То есть, вы можете свое здесь сделать как страничечку, маленькую, да? Блог. И вы можете, так сказать, это публиковать. То есть, у вас будет вот такая сверху ссылка. И у вас будет свой, как бы, блок такой небольшой. А у вас информация, да? Пожалуйста, вы можете сделать блок. И этот блок, так сказать, использовать как свою мини-веб-страницу. И показывать о своем бизнесе, да? То есть, я считаю, это тоже интересно. Документы. Здесь все документы связаны. Поддержка обучения, да? Потом бизнес-менеджер, компенсационный план. Политика. Поддержка. То есть, все-все-все здесь есть. Компенсационный план, пожалуйста. Вот возьмите все. Есть тренинги или какие-то. Правда, это по-английски. И у нас на русском в другом месте. На академии на русском языке здесь. Вот. Компенсационный план. Игры. G1 Escape. Это побеги переводится. Неправильный перевод. Это Escape связан с путешествиями, да? То есть, информация свежая. То есть, условия два билета на самолет. Условия пакета. И так далее, и так далее. То есть, как бы, это все на английском. Можно переводить тоже на русский. Вот. Значит, у нас есть страницы. Какие у нас есть страницы, да? То есть, люди открывают разные страницы свои. Как в Фейсбуке, знаете? Кто-то здоровье медицины. Кто-то в моих путешествиях, вот альбом. То есть, как бы такие подстранички, да? Эти страницы тоже вы можете сделать как мини-веб-сайты, да? И эти страницы как мини-веб-сайты уже могут работать на вас. Если у вас нет веб-сайта, эти страницы можно делать и делиться с людьми. Я считаю, это тоже очень удобно, да? То есть, передумано, что это в нашей компании. Ну, вот, например, если взять меня, у меня тоже есть моя страница. Сейчас посмотрим. Вот, то есть, моя страница. Тут немножко мутная, потому что надо поменять. Растянул немножко. Вот, то есть, вот, пожалуйста, я могу открыть страницу. И люди могут видеть мою информацию, да, везде. И здесь, так сказать, есть разнообразная информация, да? И так далее. То есть, уже друзья. Что такое? 29 друзей у меня уже? Ничего себе. Даже не знал. Дэвид Мэнинг. Это наш верхний спонсор, да? Который построил под собой 6 миллионеров. И Парадей. То есть, тоже является верхним спонсором. Это муж и жена. Вот здесь есть то, что вам надо для по-английски, если надо общаться. Так, все, кто здесь зашел, вот, пожалуйста, друзья. Ну вот, стена. То есть, информация. То есть, можно посмотреть информацию обо мне, да? Информация. И так далее. И так далее. Фото, друзья, резюме. Подключить видео. То есть, этим надо еще позаниматься, добавить видео. То есть, потому что в целях рекламы здесь необходимо дело свое развивать. Вот социальные сети. Можно всегда там продвигать свою страницу. Люди будут больше у вас узнавать. Можете абсолютно любую информацию здесь ставить. Вас будут узнавать. И это социальная сеть. Плюс у нас есть социальная комната, да? Так что, в принципе, вот, есть такая информация. Как бы, то, что мы сегодня посмотрели. Здесь абсолютно несложно разобраться, да? Как вы видите. Просто методом научного тыка. Зашли туда, зашли сюда. Вот. Поиграли, посмотрели. Как бы, ну, вот, Фарадей, например. Что мы можем посмотреть про нее? Фарадей, Дэйв. Вот, и муж справа, да? Это американцы. Фарадей, вот, слева в синей одежде. Как бы, они общаются. Что они имеют? Попереписываются. Вот стена, да? На стене. И так далее. Информация. Фотографии. Можно нажать, да? 174 фотографии. Ну, вот, что люди ставят. Какие-то выписки, какие-то там мотивирующие вещи. А вот, как они, у них свой микроавтобус, они любят ездить, отдыхать. И вот, смотрите, Дэйв, как ведет презентации. Например, прекрасно делится информацией. То есть, у них очень хороший, большой автобус. И они ездят по США, отдыхают на природе. То есть, можно, видите, вся информация здесь существует. О любом человеке, как в Фейсбуке, можно посмотреть любую информацию. Поэтому советую, зарегистрировались, подсоединяйте. И всю свою команду контролируйте, чтобы люди заходили на вот такое, что здесь есть, как социальная платформа Touch. Вот, и здесь, чем хорошо, вы можете использовать другие социальные сети, чтобы делиться информацией. Вот они слева и еще здесь есть. Теперь вопросы. Никита, если есть вопросы, да? Залина, как дела? Я могу поговорить с вами, да? Если есть вопросы. Борис, у нас социальные сети, которые в Touch есть, они уже там есть. А новые социальные сети, мы можем просто добавить их? Вы говорите Борис? Нет, Борис, 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 Роман. Да, да, да. Да, да, да. А другие социальные сети мы можем добавлять? Другие социальные сети, да, вы можете рассылать по другим социальным сетям или добавить контакты с других социальных сетей. Вы можете. То есть, в этом проблем нет. Они добавляют, да? Да, то есть... То есть, я вам сейчас могу показать еще раз, как подсоединить, да, социальные там... Да, как подсоединить, когда я тут прозевал. Чтобы вы не закрываете звук, да, вы будете по ходу меня поправлять, чтобы я был направлен. Вот, смотрите. У нас на нашем контакте очень много живут в ВКонтакте и в Одноклассниках много здесь. А этих нет. Вот, смотрите, видите плюсик? Плюсик слева. А, да, понятно. Вот вы нажимаете на плюсик. И то, что вам надо, да, вот смотрите, сколько этих есть в социальных сетях. Очень много, да? То есть, если даже нет ВКонтакте, здесь Google+, да? Да. Вот, какие тут, какие тут, очень много, они тут всякие, какие хотите. Ну, тут целая тут, которых нас нет. О, вот ВКонтакте, вот ВКонтакте, пожалуйста. ВКонтакте. Есть ВКонтакте, вы можете делиться. Но в любом случае, видите, Роман Голден и выйти. Почему я могу делиться? Потому что я всегда не выхожу с социальных сетей. Я всегда являюсь, а на своей стене у меня нет выхода. То есть, я всегда могу по любым всем социальным сетям разослать любую информацию, да? Понятно. То есть, допустим, я пишу там привет и так далее. Например, сейчас я напишу. Всем привет. Какую-то информацию, я не знаю. Просто пробная. Роман, вот такой вопрос. Там очень много было социальных сетей. И если я расслать информацию в любой из этих сетей, обязательно регистрация в ICP там нету, да? Если, например, вы не зарегистрированы в ВКонтакте и на Фейсбуке, то вы не сможете отправить информацию, потому что вы отправляете на свою стену. Это ясно, да? То есть, все, что вы делитесь с другими... Да, да. То есть, надо там обязательно зарегистрироваться в тех социальных сетях тоже, если я захочу туда отправить информацию, правда? Да, во всех социальных сетях, которые вы можете увидеть вот здесь, в 785-х, да? Вы можете здесь увидеть вот LiveJournal, ВКонтакте, какие здесь, LinkedIn, Facebook, Twitter. То есть, все, что вы хотите, вы можете для себя сказать «Одноклассники». Вот интересно, да? Давайте напишем «Одноклассники». То есть, на русском нет, а вот на английском «Одноклассники». Вот, пожалуйста, есть «Одноклассники», да? То есть, «Одноклассники» есть, и вы можете... Вот видите, я в «Одноклассниках» тоже уже внутри я, да? То есть, вы тоже можете написать любую информацию и поделиться с этой информацией. Мало того, каждый раз, когда вы делитесь этой информацией, вы, например, можете, так сказать, еще показать, что вы в «Тач». То есть, люди каждый раз, когда будут от вас получать какую-то информацию на вашей стене, они будут видеть, что вы это отсылаете с какой-то стены «Тач». И они задут вопрос «А что такое?» Или они могут пойти на «Тач» и быть под вами. То есть, вы промоушен делаете. То есть, вы продвигаете свой бизнес. Понятно, да? Тут все социальные сети, которые есть, вы можете, так сказать, это дело развивать. То есть, если я хочу сменить, я делаю «Сменить». Видите, если я не в «Одноклассниках», я должен зарегистрироваться. Ну, если не сменить, так зачем мне не менять, если я внутри? Ну, видите, я уже вышел, потому что я теперь должен войти. А чтобы войти, соответственно, я должен это дело организовать, вход. То есть, я был всегда. Если я никогда не выхожу с социальных сетей, то я, например, сейчас открою Facebook, я на Facebook автоматически, я не люблю «вошел», «вышел», «мне это не надо». Вот, я уже автоматически. Можно делиться. Любой информацией. Я автомат. Я автомат. Я автомат. Я в сетях. В сетях, где я зарегистрировал. Я в сетях, где я зарегистрировал. Я в сетях, где я зарегистрировал. Я автоматически. Вот сейчас я нечего. Я ино вышел. Просто пока, да? Потому что мы свой бизнес... Я вижу, нас мало, да? Подведаем. Также, когда мы создали events, мы можем всегда делиться с той ссылкой, которую мы пригласили кого-то на свою конференцию или презентацию. Это понятно. вот эта информация, да? Да, здесь, Роман, понятно. А вот еще такой вопрос. Смотри. У нас есть конференция «Комната», да? Да. Мы эту конференцию «Комната» это выглядели так, как Борис проводит, да? Да, я вам показывал. Видите, наверху есть ивент. События по-русски. Я вот сейчас показываю. Вам видно палец? Видно, видно. Выглядит она эта комната. Рука такая. Вот она же на эту комнату. Да, она точно такая, как проводит Борис, да? Здесь вот, смотрите, «Создать новый ивент». Синяя кнопка. Большая синяя кнопка. Нажимаете. Потом пишите «Категория». Комедия, музыка или что-то другое, например, да? И о чем это? Например, пишите «Тренинг по социальной комнате». Социальная социальная платформа. В эту комнату можно зарядить платье, загрузить, да? Пользоваться комнатой это урок номер два. Хорошо, значит, будем в следующий раз. Да. Ну, к этим в том, в том. Если, в принципе, там несложно... Как зарегистрироваться, Роман? Как зарегистрироваться на этом сайте? Как зарегистрироваться? Сейчас я покажу. Всегда не забывайте, у нас есть академия, да? И информация по регистрации уже существует. Вот. То есть, ну, тут это понятно. Насчет вот этой комнаты понятно, как выбрать дату, время, да? Здесь понятно, как выбрать дату. и сабмит. Все, это вы разобрались, как заказать. В следующий раз мы рассмотрим, как пользоваться непосредственно самой комнатой. Вот, видите, у меня в академии есть такое название социальная платформа Touch. То, что я сегодня показываю, я уже, в общем-то, сделал такой ролик, и у меня есть тренинг, да, как пользоваться. А вот, как зарегистрироваться, я еще поставлю. Видимо, у меня нет этого, да? Окей. Как зарегистрироваться, я еще не выставил видео. Когда я сейчас это доделаю, я выставлю. Хорошо. Вопрос по поводу комнаты. Если она не должна быть пользоваться, то мы же ее можем когда предложить, ну, например, сетевикам других компаний пользоваться этой комнатой для проведения своих тренингов. Будем так говорить, так? Да, совершенно верно. То есть, этот продукт они имеют как Touch, одновременно они в бизнесе, одновременно они могут для своих дел проводить комнату, создавать здесь неограниченное количество людей может приходить. То есть, это как инструмент, будем говорить. По какой же не создавать парень? Они просто регистрируются, становятся партнерами, да, если... Да, они регистрируются партнерами хотя бы этим, как называется, плеер. Я рекомендую на бизнес-пакет большой. Кто как может регистрироваться, потом они уже пользуются, заходят сюда и все. Значит, как регистрироваться, я сейчас покажу сразу, чтобы долго не откладывать другой ящик, я зайду в другой праузер. Я бы хотела сейчас. Могу ли я в этой комнате предположим собирать своих людей, свою команду и изучать в этой комнате? Можете, можете, да, совершенно верно. Это очень хорошая возможность. Они там могут с нами разговаривать тоже, я могу передать микрофончик, да? Да, да, можете микрофон передать, можете, так сказать, воспользоваться всеми видами, там очень много функций разных, и экраном можно поделиться, и слайды, то есть, я считаю, там превосходно. Но в следующий раз рассмотрим, пользоваться матой, а сейчас посмотрим, как зарегистрировать платформу. Какой вопрос? Роман, вот такой вопрос. Есть такая, есть команда, да, которая заходит через кооператив, и пока нас еще не кредитовали, да, в портал. Я так понимаю, что комната от портала, правда? Правильно? Да, от портала. Будет ли у нас доступ ко всем этим? Да, будем. Мы пока еще не в портале, нас еще не кредитовали, значит. То есть, у нас все равно сейчас будет доступ туда? Но вы зашли на какой пакет в бизнес? Если мы еще нас только еще будут кредитовать, я пока через кооперативу. Значит, заходите на 120 долларов. Да, надо заходить хотя бы на 120, тогда у вас будет доступ к социальной платформе тоже. Да, вот смотрите, что я хочу показать. Здесь есть наш веб-сайт g1i.com, основной веб-сайт, да? И чтобы зарегистрироваться, у нас есть продукты. Вы нажимаете на продукты, здесь также можно перевести на русский язык, проблем нету. Это также переводит на русский язык. И уже внизу вы видите вот такие тач, да? Нажимаете на тач, и у вас открывается следующее окошко, вот, выходите на тач. Сверху, наверху у вас есть логин зайти, это уже вы английский эти два слова знаете, это ничего сложного тут нету. Вот, и есть sign up, sign, записаться, sign up, подписаться. Когда вы нажимаете на sign up, вы подписываетесь. Когда вы зашли в бизнес, когда вы в бизнес, у вас есть ваш email. и если вы в бизнесе, вы ставите email, вы себя регистрируете, активируете, то есть вам не надо ничего уже платить, вы в бизнесе. Если вы не в бизнесе, то вам дается как бы это дело в общем-то попробовать тоже, но лучше не заходить, пока вы не зашли в бизнес, чтобы потом не путаться, не писать в поддержку, что-то не то сделаете, и начнется так сказать сложная ситуация. Вот интересный ролик, который подписаться в бизнес или нет. Потому что я рассказывал, может быть, как подписаться. Да, да, вот видите, я показываю, как зайти. В принципе, здесь есть вот этот ролик, как показывает больше подробностей, как пользоваться. В общем-то, в следующий раз мы тогда рассмотрим, как пользоваться комнатой. Самое главное, теперь мы знаем, как пользоваться продуктом, подписали человека в бизнес и заводим первое его в тач и показываем, как этим пользоваться. Если что-то непонятно, мы еще раз заходим на академию социальную и смотрим ролик, как этим пользоваться и как зарегистрироваться. То есть, там легко. я так понимаю, сейчас наша задача немножечко там освоить функции, добавить какие-нибудь логики. какие-то фотографии, какие-то видео, чтобы вы освоились, потому что люди, которые заходят в бизнес и у них нет платформы тач, они думают, зачем мы здесь находимся. А когда они в бизнесе и у них есть как свой фейсбук личный, платный, так это не тач. И они могут делиться, общаться и, так сказать, другие социальные сети информацию перекидывать удобно. Тогда есть смысл. Есть смысл платить эти 25 долларов, потому что здесь есть комната, здесь есть мало того, что эти инструменты, на это можно зарабатывать. И продавать, точнее, делиться этой возможностью с другими легче, потому что вы знаете, каждый будет знать, что он имеет и каждый будет знать, что он может рассказать. То есть здесь у нас есть и базарная площадь, и все друг с другом будем дружить, общаться, присоединяться, да, то есть это тоже очень интересно, я считаю. Конференская комната сколько стоит? Конференская комната? Да. Обычно минимально стоит это начиная от 15-20 долларов стоит конференская комната в месяц. В месяц, да? Да. А здесь получается 25 долларов и все 6 продуктов и еще и бизнес. А еще когда люди начали зарабатывать, они делают апгрейд и растут. Зарабатывают больше. Хорошо. Теперь смотри, если она не проплаченная, долларов не оплаченные, запускают или как? Если не проплаченные, то возможно какие-то функции не работают, просто человек остается кастомер, как клиент. И социальная комната просто урезается функциях и возможно даже не пустят пользоваться конференской комнаты. но то, что зарабатывать уже нельзя как кастомер, это да. И плюс, если человек не проплачивает 25 долларов или 75 или 50, кто на какой позиции, кто сколько зарабатывает, чем больше зарабатывает, больше растет. Если человек не проплачивает 2 или 3 месяца, он превращается красненьким и он уже теряет свои баллы, свои статусы. То есть здесь очень важно, что если человек заходит в это дело, он должен знать, на что он идет. Или он теряет, или не теряет. Здесь нету такого хочу-плачу, хочу-не плачу. Да, 2 месяца ты можешь как бы не платить, но если не дай бог третий месяц человек не платит, он скатывается и уже восстановить практически 20%. Ну понятно, это надо говорить, да, потому что или надо опять платить опять 120 пакет покупать и как бы вот или там а может нельзя. То есть в этом я вчера говорил как раз на эту тему и уточнял эту информацию, что в действительности серьезный вопрос, что если люди уже как бы неактивные, то они теряют статус. Они место теряют вообще свое? они теряют те баллы, которые под ними накапливаются и они теряют вот знаете, если они брали на 100 долларов, то придется снова покупать на 100 долларов. Это же бизнес, они допустим хотят, они работают, а если они не работают, и они стали красными, тогда все. Ясно. Тогда надо просто всех по структуре предупредить, кто вас ровно, в работе и я. Да, здесь выгодно научиться пользоваться социальной комнатой, научиться уже здесь общаться, через время мы покажем уже, как комнатой пользоваться, может быть, следующий урок я проведу. Потом игры, потом фэнтези спорт. Мы по каждому продукту будем проводить, изучать, общаться, чтобы мы были, как говорится, вооружены всем. Соответственно, люди, которые будут уже от вас получать информацию, они тоже будут вооружены. Ну да. И продукты тут очень легкие, здесь не надо ничего строить, никакие сайты. Это социальная платформа, это не построение веб-сайта. Здесь все разжевано, показано, здесь надо элементарно, загрузить фотографии с YouTube, ссылочку берешь с YouTube, ставишь, и вот тебе видео. Вот. То есть очень интересно. Но мы будем еще дополнительно проходить тренинги, как, например, для новичков, там, для других людей, все это, так сказать, будем дополнительно, как создавать свою стену на YouTube, загружать видео и так далее. Это очень важно, чтобы интернет ширился благодаря нашей информации, которую мы распространяем. Ну, хорошо, Роман, спасибо. Вот что-то проясняется. Я извиняюсь, Роман, можно вопрос небольшой? Да, Я опоздал тут, но я ссылочку эту на эту комнату нашел в чате компания кооператива. И хотел бы уточнить, вот это здесь сфер, вы для кооператива эти занятия проводите или не обязательно? Я провожу для всех, кто хочет. Это именно как Дзи Ванье, который да? Да. Это связано с кооперативом никак это не связано, да? Не, не связано. Я все равно хотел тут отчинить, я все ваши презентации, все ваши ролики получаю именно через кооператив. Вы о нем-то знаете, я думаю? Да, я знаю, да. Валентину Скуридову вы сообщаетесь непосредственно. Да, да, да. Ну, как вы смотрите все-таки на кооператив непосредственно? Нет, я сейчас не буду говорить ничего про кооператив, я сейчас говорю по G1E только. Вот я это и хотел уточнить, вы никак себя с кооперативом не связываете. Вот я хочу. На данном занятии мы об этом не говорим, просто мы сейчас говорим. Хорошо, можно в личке, вы правда меня там чуть-чуть удалили, наверное. Это Владимир Тарасов, я с вами забавьте мой скайп и пообщаемся. А у меня вы есть, мы были потом сейчас с вопросик. Володя, я тебе дам. Я тебе дам скайп, Роман. Хорошо, в общем, друзья, понятно сегодня по урокам, да, что вот мы посмотрели информация, которая была. Роман, секундочку, смотрите, у нас встречаются люди, которые еще не вошли в программу, да? Да. через кооператив войти. Давайте сделаем так, если на следующем занятии, у меня просьба к вам, если вы на следующем занятии присутствовать будете, не говорите по кооперативу, потому что, например, моя структура о кооперативе ничего не знает. Нам заниматься этим не нужно. Хорошо, хорошо, я просто нечаянно выслал и туда ссылочка пошла, видимо. То есть, а то запутаются капитально, и будем потом один так. запутают. Люди, ага. Да, у них проблем, я понял. Нет, просто не говорите и все. Ну, я не думаю, что запутаются, потому что лидеры не найдут, а потом свои структуры, они подтянут к этому моменту, и они уже тоже будут просто все в теме. Главное, чтобы лидеры были стены. Будем изучать, следующее занятие мы тоже будем потихонечку проходить. У каждого есть свое видение, свои бизнесы, поэтому как бы если мы проводим занятия в данном случае по этому, мы свои какие-то другие бизнесы и движения мы на время забываем и только связанное с тем, что мы проходим. Если что-то дополнительно, то можно отдельно поговорить в скайпе, еще как-то, это проблем нет. Но вот то, что касается, чтобы не было конфликта интересов, потому что абсолютно разные люди, поэтому нужно нам сохранять такую другую другу. Этот нейтралитет поможет нам больше вникнуть в то, что мы сегодня проходим и спокойно всем сказать друг другу до свидания. Так что, друзья мои, я благодарю вас, что вы пришли. Давайте тогда в следующий раз мы встретимся по вопросу, связанное уже как новое занятие будет, я дам информацию и будем на связи. Всем спасибо и всем пока-пока. До встречи. До встречи.